22 июня на площади возле обелиска Победы состоялся траурный митинг, посвященный 77-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкую, как след нам шептали «Господь вас спаси!». В митинге, посвященном Дню памяти и скорби, приняли участие более ста человек. Среди них – школьники, представители власти, члены общественных организаций, дети войны и не только. 77 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов жителей Советского Союза. Вероломно, без объявления войны, фашистская Германия напала на наш Советский Союз, на нашу молодую страну. Мы не готовы. Смяло все, что можно было на своем пути, и, казалось бы, сокрушимо и вероломно шла в наступление к Москве. В военных комиссариатах по всей стране выстроились добровольцы, выстроились те, кто не в публицизации, а по зову сердца пошли на защиту своей родины. Обманывали, обманывали военного комиссара, приписывали себе год, и вместо того, чтобы пойти в 18 и больше лет, шли в 17, а порой в 16 защищать свою родину. Из Избеста на фронт ушло 9 тысяч человек. 3 тысячи не вернулись с полей сражений. Вечную память героев чтят минуты о молчании. Читают стихи о кровавой войне. Даже по прошествии стольких лет боль утраты все еще велика. Мы должны с вами помнить страшные события. Это очень важно для сегодняшнего поколения, для будущего поколения, для того, чтобы события той войны никогда не повторились в нашей истории. Мы сегодня вспоминаем и отдаем дань памяти и уважения всем павшим на полях сражений. Всем тем, кто погиб, а Трамп погиб в плену, вечная память и вечная слава погибшим защитникам Отечества. Людмила Константиновна Крупская о войне знает не понаслышке. Во время Великой Отечественной она вместе с семьей проживала в блокадном Ленинграде. Эти события остались в ее сердце навсегда. Был прекрасный солнечный день, воскресный день. Школьники прощались со школой, были выпускные вечера. Но страна цвела, но враг из-за угла свершил налет. Пошел на нас войною. В тот грозный час стальную, вся та в стеною, вся молодежь оружие взяла. Шли на фронт, уходили в бессмертие сотни Чайкиных и Кашевых. Жизнь, я обращаюсь к вам, ребята, тогда разделилась на до и после. В памяти погибших в годы Великой Отечественной войны в небо запустили воздушные шары. А к мемориалу возложили цветы и венки. Анастасия Самарина, Андрей Усипов. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ.